Всем привет! Меня зовут Федор Шагов. Сегодня я хотел бы рассказать об одном из самых часто исполняемых произведений на Тубе, а именно о сонате Теталанчелли Фоттепиано, итальянского композитора Бенедетта Марчелло. Прежде чем начинать разбирать какое-либо произведение, нужно внимательно изучить биографию композитора, почитать, в какую эпоху он жил, какую музыку он писал и для каких инструментов. Бенедетта Марчелло, итальянский композитор, живший в эпоху барокко, написал огромное количество вокальной музыки, также писал и оперы, и произведения для камерных ансамблей и для струнных инструментов. Соната номер один в тональности Фа-мажор, написанных в четырех частях. Прежде чем сыграть самую первую ноту этой сонаты, мы должны представить себе, что мы играем не на Тубе, а на виолончели, потому что именно для этого инструмента он написал это произведение. Виолончель играется смычком, все ноты играются с помощью смычка, и переходы у них звучат очень изящно и нежно. Поэтому, когда мы играем это произведение, мы должны представлять, что мы играем именно виолончельным звуком. И что оно должно быть? Распространенная ошибка, когда мы начинаем каждую фразу грабить, и пунктирный ритм начинаем играть коротко. То есть ощущение соната, легкости, звучания виолончели, оно пропадает. Это только самое начало соната. Здесь ни в коем случае не должно быть никаких остановок. Второй момент в этой сонате, это исполнение украшений. Обычно эти украшения либо играют так. Чаще нажимают пальцы, клапан, чтобы какое-то было ощущение вибрации. Или же просто пропускают, играют. Я бы это играл таким образом. Сначала я бы сыграл пунктирный ритм без форшлага. А затем бы на время тянущейся ноты я бы добавил трель. Очень аккуратно. Во время исполнения трели ваши пальцы не должны быть зажатыми. Рука должна быть абсолютно свободной. И вы должны внимательно слушать, что во время трели у вас звучат две ноты. Во втором такте написано трель на ноте си бемоль и до. Если у вас звучит одна нота си бемоль, а до не звучит, это значит, что вы делаете достаточно неравномерный трель. То есть получается каша. Старайтесь играть на нюанс тише. И должен быть постоянный слуховой контроль. Трель можно получить так. То есть сначала мы играем ноту зла. Потом добавляем ноту си бемоль и играем их си бемоль. Потом начинаем уже чуть-чуть ускорить до восьмых и до шестнадцатых. Теперь вы слышите обе ноты. Вы уже знаете, как дышать, когда вы играете эту трель. Осталось ее уложить в восьмушку с точкой. Как это сделать? Предлагаю начать чуть раньше. Перед переходом от си бемоль к шестнадцатой ля вы должны вернуться на ноту си бемоль в трель. То есть к самому концу вы делаете небольшое ускорение в треле. Начинайте как бы с восьмых, а потом заканчивайте с шестнадцатых. Но вы должны услышать переходы от ноты до к си и наоборот. Если у вас не получается сыграть этот рядик, постарайтесь сыграть пунктивный ритм без нее. Теперь попробуйте добавить аккуратный трель. И важный момент. Исполняется она на аллегаторе. Не надо играть... А то получится достаточно грустно. Дальше мы идем. Здесь у нас включается пунктив. Ну, не надо играть... Все восьмушки нужно дотягивать до пунктира, чтобы не было никаких дыр. Распространенная ошибка, когда мы играем эту фразу и довольно часто берем дыхание и не замечаем, что мы не дотягиваем ноты последние и у нас не получается сделать динамику. Звучит это так. Можно прийти длинной ноте фа. Чтобы к ней прийти, нужно начать тише и сделать большое крещение. Если мы начнем играть в динамике мицефорта, у нас не хватит дыхания и мы не сделаем необходимую кульминацию. Попробуйте так. А дальше у нас возникает шестнадцатый. Автор написал по две ноты на легато. Но мы должны играть этот пассаж полностью на легато. Не нужно отделять каждые последующие две ноты. Будет звучать именно так. Очень звучит куцца. Слышно, что вы пытаетесь играть ритмично, но ощущение легкости пропадает. Тоже я с вами начать потише, сделать крещение на ноте сибикар и на длинной ноте сыграть третий. Про третий я уже говорил, но я говорю то же самое. На ноте сибикардон. А затем пробуем сыграть с длинной пассаж и уложить четверть в третий. Дальше у нас написано шестнадцатая нота. На шестнадцатую ноту нам нужно взять дыхание. Дыхание нужно взять быстро, потому что если мы возьмем дыхание негленно, то мы опоздаем на вступление шестнадцатых. И в конце трель в нижнем регистре тоже должна получиться и быть прозвучим. Второе колено исполняется на кварту ниже. Нужно его тоже все ноты надо дотягивать. Все восьмушки дотягивать до шестнадцатых. Пунктирные ритм играть длиннее. Трель, которая написана на ноте фа связывается с нотой соль. На обойной тубе играть сложнее всего, поэтому я рекомендовал бы ноту соль играть третьим пальцем. Это будет удобнее, чем первым-вторым, потому что первым-вторым трель будет хуже прослушиваться. И дальше идет пассаж исполнительного ритма в виде шестнадцатых и тридцать вторых. То же самое. все дотягивается, все играется на одном дыхании, без ускорения. Все идет плавно. Не нужно играть... Я советую этот пассаж поиграть под метроном. Никаких дырок, постепенные крещендо от пассажа к пассажу. И в конце мы уже приходим с вами кульминацию в виде мецефорте. Мецефорте. Еще я хотел сказать, как поучить шестнадцатые, которые играются по две ноты на легатор. Сначала вы можете их поиграть как? От первой до последней ноты играть все на легаторе. Как написано. Затем можете поиграть с инктивным ритмом. Следите за тем, чтобы у вас переход с ноты на ноту получался мягкий, чтобы не было дырок. На одну ноту и учите этот пассаж в той динамике, в которой он написан. Не нужно играть пассаж, сначала выучить все ноты, а потом уже смотреть, в каком нюансе он написан. Сразу у вас этот пассаж написан начинается с пьяно, потом происходит крещендо на доте и мягкий. Теперь в медленном темпе постарайтесь это исполнить в виде пункера. Можете поиграть триоли минвегато. с пункта, чтобы вы играете, можете записать себя на акцент, чтобы понять, плавно у вас получаются переходы переходим ко второй части вторая часть мой старинный сонате это как правило быстрая подвижная часть но есть четыре части то есть получается что 1 3 часть написано медленном тэпи а вторая четвертая это олег что на что нужно обратить внимание когда мы начинаем играть вторую часть у нас начали написанная пассаж из шестнадцатых затем нас будут две восьмушки дуры никаких стихов под шестнадцать восьмушки не написано но многие играют и так но получается не очень красиво и ощущение легкости пропадает на лига то есть мы нужно опять же послушайте как играют я училисты вспомнить все их переходы смутного пола тут это он помпом который звучит достаточно мягко нужно взять побольше воздуха и чуть-чуть добавлять язычок на каждую ноту то есть именно но ни в коем случае языком не закрывать подачу воздуха чтобы достичь добиться нужного результата нужно поиграть все шестнадцатые медленно под метроном от медленного к быстрому сначала можно начать в таком темпе значит нужно язык смягчить а воздухом каждую последующую ноту дотягивать другой но ни в коем случае не работает но ни в коем случае не работает так же можете шестнадцатый получить с пумпиром и так далее можете поиграть на лигатор вторая ошибка которая встречается при исполнении быстрой части это раздувание длинных нот зачастую мы не обращаем внимание на том как мы тянем длинную ноту мы уже думаем о том как сыграть последующий пассаж что в результате происходит мы начинаем раздувать ноту получается мы надуваем пузырь предлагаю ее сыграть так вы не только-только сыграли и сделать небольшое длинную эндер по тевую тему хуже поверьте эту ноту переходим на игру шестнадцатых терциями и квартами сначала у нас идет ряду-ляду потом солью-солью здесь у нас тема написано на 1 3 16 то есть не нужно нам акцентировать ноту до который идет 2 16 4 обычно звучит так на 1 3 16 предлагаю их отдельно играть без ноты до вот ваша мелодия нота до она просто служит украшением вы услышали что у вас происходит где изучит тема теперь добавляем аккуратно ноту до до можно играть максимально легко чуть-чуть подать изучком эту ноту но при этом не забывайте что когда вы играете эти 16 пассажи у вас тоже идет внутреннее движение не надо играть это будет звучать грубо, тяжеловесно, неинтересно можно сделать внутреннюю динамику крещендо на 1 4 16 затем димоноидо на последующих 4 то же самое мы играем в следующем пассаже и также работаем над шестнадцатыми где у нас написано фа-ре поиграйте этот пассаж без верхних нот фа и вы услышите другую мелодию нота фа тоже играйте легче и пытайтесь ее сыграть громко в этом месте нужно восьмушки фа и ми играть фа Получается, у вас сразу меняется скрип и слышно, что вы играете на тубе. Ощущение виолончельного звучания должно продолжаться от первой до последней ноты соната. Дотягивайте восьмушки и не торопите 16. В конце первого столена мы срели в тренинг. В быстром темпе ее сыграть сложнее, чем в медленном стуле. То же самое, поиграть медленно. Дольфюзор. Затем сделать ускорение. Сыграйте сначала без тренинга ритм. Теперь аккуратно добавляйте тренинг на два. При этом палец, когда вы нажимаете пальцем во время тренинга, старайтесь, чтобы у вас рука не была зажата. Иначе от зажатия у вас не получится тренинг. Второе колено. Второе колено в первой части написано на кладке ниже. Материал абсолютно такой же. Также старайтесь играть все 16-е легко, дотягивая одну до другой. И по возможности не форсируйте. Не нужно играть... Уже звучит грубо и интересно. Пассаж, да? Также медленно прорабатываем. возьмите воздух и просто без туба попробуйте чтобы язык не закрывал ваше дыхание сначала первую третью шестнадцатую если вас не хватает дыхания дыхание берите место 4 16 я сейчас играю селя соль фанеса миссу 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 рессу рессу дарит не сумму можете взять дыхание но при этом когда уберете дыхание вы должны оставаться в нужном темпе старайтесь играть всю эту длинную фразу на одном дыхании но при этом внимательно обращайте на смену динамики потому что где-то 816 звучит в пьяно где-то мне цифру если мы видим что пьяна нужно сразу прибирать дыхание и звук если написано мицефор значит чуть-чуть нужно прибрать но не переусердость не нагревать тогда ваши надо будут не просвучиваться и вас будет звучать невнятная техника посажем я поля 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 полет также мы прорабатываем как же поиграть отдельно фа и ми без верхних фа и ми дальше у нас идет очень длинный пассаж которым для многих оказывается он камнем преткновения далеко не каждому это удается что я предлагаю взять дыхание а на следующей ноте ре взять дыхание не играть ее а следующий нот это будет нота соль то есть как будет звучать пассаж с дыханием это занятие метроном и крещендо вы должны сделать доля си до рая соль фа и ми фа ми ре ре советую крещендо сделать на последнем шестнадцать до дни сыра есть что у вас получилось кульминация если вы раньше начнете делать крещендо вас дальше у нас сразу же следующий пассаж написан динамике я то есть вы берете на восьмое дыхание и тут же вам нужно сыграть это место очень-очень тихо дома я советовал поиграть переход то есть завершение предыдущей фразы которая заканчивается на крещендо и затем сыграть начало следующее на пьяно чтобы вы ощущали что вы сделали большую динамику между мицефорта и пьяно у нас возникает репетика и все то же самое что мы говорим в начале второй части с этими дни и здесь особое внимание длинным нотам здесь мы когда устаем эмоции у нас захлёстся и мы можем начинать раздругаться эти динамику поэтому держите себя в рамках старинной музыки не позволяйте увлекаться чрезмерно важным звучанием а дальше у вас начинается последняя фраза которую нужно начать от пьяно и довести до самой последней ноты не надо играть но при этом вы должны сделать сначала на первых шестнадцатых крещендо она последующих четырех диминуида и также сыграть в таком же стиле следующий пассаж от ноты фа если вы выбираете если вы выбираете будет неинтересно и непонятно что вы играете и хотите донести футболу во вторых у вас есть возможность взять дикание после первых шестнадцатых если у вас будет не хватать воздуха до последней ноты чтобы вы определяли грамотно дыхание опять же медленно поиграть эту пассаж если у вас в начале не получили то есть и 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 здесь не нужно делать ретанута фраза еще не закончилась фраза закончится у вас 4 такта поэтому дейвизи должны сыграть в темпе в котором указан без ретарданда и в конце не расширяется пунктир написано в темпе ларгом она самая короткая всех остальных частей но она достаточно сложная почему здесь одна большая фраза на четыре строчки написано в низком регистре но в той динамике в которой нужно исполнить далеко справляется не каждый исполнитель конечно если написано было мне цифру нам было легче играть но опять же мы играем старинную сонату должны заходить за рамки принято исполнение и нужно уметь в том нюансе который указан ногах играть легко первые четыре норы обычно мы играем дальше после ноты ле у нас написано запятая запятая это не означает что надеюсь закончилась фраза это нужно взять здесь дыхание и продолжить вести фразу так же играем три разу без отмежного если мы будем мыслить все более мелкими длительности мы всегда будем играть вовремя и ритмично если мы будем мыслить себя более длинными длительностями то мы будем всегда опаздывать можете поиграть их во смене для начала чтобы почувствовать себя более комфортно в этом центре это будет снимать у нас есть если мы будем играть вовремя, то мы будем играть вовремя и вовремя. пауза между четвертями нет восьмушки с альфа меры на 3 мы должны отыграть нужно это играть четыре ноты на ребят а восьмушки с точкой мы не должны сыграть так чтобы успеть сыграть последующие 32 ноты для си до как вы заниматься сначала сыграть и без триллинг теперь в интимность ноты сибитар добавляйте аккуратно ноту гола обычно играет так потому что не считать да считайте здесь 16 когда вы тянете сюда ноту у а а скажем так там идет тяготение возрастание динамики и мы должны чему-то прийти поэтому здесь постепенно должно быть развитие в конце написанная ретарданда здесь можно побольше сделать ретарданда чем в первой и второй части не берите дыхание перед длинные ноты же когда его титрель это не очень красиво реле старайтесь не торопиться чуть-чуть сыграть ее помедленнее подольше поиграйте в медленном темпе и только к самому концу ноты ни ускорите колебания ноту нижнюю ре последняя собирайте мягко но при этом сильно не сжимайте губы чтобы ваша нота не плавала и строю четвертая часть без перерыва не нужно делать большие паузы сразу все 16 исполняется легко легче все играется каждый 16 дотягивается меньше использовать язык все восьмушки не надо играть и сделал крещендо к шестому такту а на ля колесе до на следующих 16 я бы прибрал свое звучание и сделал крещендо к шестому такту если у вас немножко не прозвучит шестнадцатый поиграйте их более медленным комфортным для себя темпом пунктиром триолями восьмушками на лягата на деташей как хотите не нужно играть так не нужно играть так и немного не разбивается чуть-чуть обозначается и немного перебирается и немного перебирается не нужно играть так на ноте на восьмушке ре немножко открутить фа не играет так это же будет не тот характер С 9 такта начинается большое крещение, которое идет до окончания первого колена. Поэтому здесь нужно начать пьяно. Но при этом все шестнадцатые в этой динамике нужно дотягивать и стараться их играть очень-очень легко. Не застревать и на них. Так же поиграть и с пунктиром. На литкаше. На литкаше. Про трель. Громко ее играть не надо. Дальше начинается второе колено. Оно более сложное, чем первое, потому что все написано в нижнем диапазоне. Так же поиграйте. Не получается пассаж из шестнадцатых. Поиграйте умедленно. Затем начинаете ускоряться. Постепенно. Начните тише его играть, чтобы сделать крещендок восьмушкам нида. Трудно сыграть диташи. Остановите. Сыграйте медленно. Четвертями, восьмушками, половинками, как угодно. Затем попробуйте сыграть, как написано. Здесь сюда идет изменение. А вот, кстати, третий-то один. Что появляется? Опять появляются трели. Но темп у нас очень быстрый. И нам нужно за короткое время сыграть эту третий так, чтобы она была прозвучной. И четко сыграть третий-вторый. Сыграйте это медленно. И обращайте внимание, чтобы между трелью и третий-вторыми не было паузы. Ну как? Вот. Все нужно дотягивать. Если не получается какая-то трель, поиграйте ее медленно, как я вам говорил, в первую часть. Добавляйте третий-вторые. Затем без трели. Сыграйте рисунок технический. В оригинальный тень. Затем без третий-вторые. Теперь добавляйте трели. Затем без трели. Затем без третий-вторые. мы начинаем забывать о той динамике, в которой он написан. Поиграйте так. И затем у нас идет переход на триоли. Распространена ошибка, когда мы триоли начинаем играть медленно. А последующие 16 начинаем играть еще быстрее. Непонятно, да? Здесь нужно играть под метроном. Начиная с тарта 31. Потом постепенно увеличиваете тенд. И в последней триоле я бы советовал на второй, восьмой, на си демоле взять дыхание. Чтобы вы, затапнувая восьмушку из триоли, уже перед ней взяли дыхание. И последующие шестнадцатые у вас получались без суеты. Дыхание можно взять. Здесь можно расширить последнюю двадцатку. Треть не торопить. Но главное закончить накрещать, да? Дыхание в глазах. Если у вас не хватит дыхания, то будет непонятно, закончили вы произведение или нет. Я надеюсь, что этот разбор поможет вам в ваших занятиях. Берегите себя. Оставайтесь дома. С вами был Федор Шагов. Пока.